всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал меня зовут артем арестов и я можно сказать поздравляю вас с уже началом весны уже подходит концу последние дни февраля и сегодня именно сегодня 8 24 число на улице уже 12 градусов и светит солнце это очень необычное явление потому что последние мои видео проходили вообще очень пасмурно и так далее и это меня достаточно огорчало но сейчас погодка просто супер можно так расстегнуться да и вообще можно взять куртку потому что реально уже тепло и это меня реально радует друзья сегодня вы снимать вам влог больше буду в нем общаться потому что последний мои были вообще roof 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 extreme action музыка и так далее и наверное было мало общения поэтому сегодня она будет и также возможно куда-нибудь заберемся и последим за закатом планов особых нету я сейчас ушел со школы и собственно направляюсь с саней куда-нибудь на высоту или еще куда-нибудь короче будем гулять надеюсь этот блог вам понравится и приятного а ребят мы уже находимся в лифте поднимаемся на самый верх этого здания я взял сегодня свой маленький штатив осьминожку и постараюсь заснять вам красивый закат вот поднимаемся за вас был кстати эпичный не через консьержку но сейчас посмотрим как будет дальше я и как они и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как хорошая погода, думаю, сегодня мы успеем много куда залезть. А вот эта вот многоэтажечка, если ее можно так назвать, 25 этажей, уже себя исчерпала, и мы идем дальше. Кстати, ребят, многие спрашивают, почему видео выходят редко. Ну, то есть, я не скажу, что они прям сильно редко выходят, но раз в неделю пока что. Хотя летом было два раза в неделю. Причина очень простая. Я готовлюсь к ЗНО. Это украинский экзамен, получается, чтобы вступить в университет, да и вообще, чтобы получить аттестат. Вот, поэтому, как бы я не хотел его сдавать и так далее, возможно, вообще не буду учиться здесь, а возможно, буду в Польше, хотя вряд ли, может, даже в Канаде, а может и здесь, а может вообще блогером буду. Хотя образование все-таки нужно. В общем, мне приходится готовиться к этому ЗНО, и это достаточно трудно. Вот, то есть, много репетиторов, ты постоянно готовишься, эти украинский язык, математика, достаточно трудные тесты. Вот, с английским я более-менее лучше, но эти предметы реально трудненько. Поэтому, друзья, я готовлюсь и полуходным по возможности снимаю. Поэтому вы уж извините, что видосики не так часто выходят, будет лето, все наладим и все исправим. Кстати, ребят, еще хотел вам сказать спасибо огромное за 20 тысяч подписчиков. Я забыл вас поблагодарить, я благодарю вас в своей группе ВКонтакте, но лично и, собственно, на видео еще этого не говорил. У меня хайпанул один видосик, и быстро начали подниматься просмотры, и на остальных видео тоже немного повышаться. Вот, и уже преодолели отметку 20 тысяч, на данный момент 22 тысячи 400 подписчиков. Для меня это очень приятно, так что спасибо всем вам, если вы продолжаете смотреть и ставите лайки. Друзья, это меня очень мотивирует, и я вас люблю, спасибо вам за это. Все, друзья, мы приехали на Почтовую. Вот, еще не сильно стемнело, но уже начинает, поэтому сейчас скоренько лезем на речной порт. Это тоже баян, и на самом деле заброшки я не так люблю, как крыши, но все-таки для галочки можно залезть, плюс летом и весной я не мог это сделать, потому что там стояли ларьки, они подключали туда электричество, там даже когда-то был чок, то есть внутри, понимаете? Вот, а сейчас зима заканчивается уже, и мы поднимемся, поснимаем с монопода там звуков, вот, и что-нибудь прикольно-казать с ним уже под вечерок. Так что идемте туда, думаю, что сегодня залезем на тот шпиль. Кстати, ребят, еще на этом порту очень мистическая атмосфера, потому что когда ты входишь внутри, создается ощущение, что ты в каком-то, ну не фильме ужасов, но если вы смотрели фильм «Корабль приза», то вы поймете, о чем я говорю. Типа заброшенный корабль, речной порт, вся эта атмосфера, стены, лестница, ну, там прикольно. Сейчас посмотрим, короче. Давай. Давай. На. Погнишь, уйдет. Посмотрит, где место обваливается. Все, тише. Да, на щеках тут. Держи. Что? Кляк. Кляк. Судя по этому все уже грязные но попали в этот речной порт не знаю он заброшен либо не достроен в общем мы идем на самый верх атмосфера здесь реально прикольно потом уже все равно был обратно все тише это голоса оттуда здрась 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 все 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 не бейте все что залип на мой плане ай все что залип на мой плане ай это все это все хорошо я там дюбли это все мы поедем мы уходим на лед решет жопа не этой realize скотина Как меня бесит, такие дебилы Как же он меня бесит, бля Мы даже наверх не поднялись Но он начал палкой замахиваться Вон он, дебил Это сука Чоп, который Разбежался Пошел на это, блядь, Чоп пастает, блядь Блядь, охреневаюсь, блядь Я просто палкой Ты видел, у меня палкой дебанул Идем к нему, подойдем Я его снегом кину сейчас, заеду Пошел в пить Петушара Петушара с палочкой Хотел залезть, снять красивый закат И получилось так, что Мы пролезлись, вымазались Извините, конечно, за маты, но реально Вылетало, как ты просто идешь Никого не трогаешь, ничего не ломаешь Это заброшенная территория, там даже не должно быть Чопа Но я его видел летом как-то Но, блин, он такой пьяный, что Нормальный Чоп, у нас остается поговорил И Максим там задержал А он просто такой, что, еще, знаете, так медленно идет Я уверен, что он не ударит А он херачит меня Я просто офигел Честное слово Наверное, если бы я поднял на него руку Это было бы неправильно С точки моей Вот, бить охранника Но, реально, ребят Ну и на видео Такое нельзя было выставлять Но меня это так Блин, вообще без сила В общем, ребят На речной вокзал, если кто-то когда-то полезет Знаете, что там живет такой дружбан И что надо с ним по-хорошему поговорить Короче, по-какому хорошему Ты его палками тоже Блин У меня рука болит Реально, у него палка такая Нормальная Я думал, понял Она типа Типа знаешь, как Нет, у меня болит серьезно Ладно, друзья, смотрите дальше Это реально трешевый Влог получился В общем, друзья Мы уже немного отмылись Я объясняю вам ситуацию Рука у меня уже серьезно болит Хоть он ударил влогрит Но какая-то часть попала Что вначале Не сильно среагировал А потом она начала конкретно болеть И по сути он не имел права меня бить Потому что мы находимся Я не знаю, частно это или нет Вроде бы государственный речной вокзал Ну, в общем, бить меня Еще и не совершеннолетнего Это уже перебор А моего друга он ударил по голове Поэтому сейчас мы идем к нему И уже будем гореть совсем на другом языке Так что увидите, что будет происходить Здравствуйте Алло Подожди, подожди Да Вроде бы, если не вызовут А вы не подходите так близко, хорошо? Слушайте, это неправильно То, что вы палкой бьете Знаете, что у нас есть видеозапись Там, где вы нас побили палкой Ни где они там бывают Это не касается Реально, серьезно Что у нас начали бить? Не могли просто по-нормальному сказать? Да, что у нас... В следующий раз я палкой, блядь, как дам? В следующий раз я палкой, блядь, как дам? Так а что? Мы хотели вид посмотреть Зачем бить-то нас? Реально, близко не подходить Я не знаю, что у этих охранников Мало ли, травмат какой-то, блядь Ну и вон, аф... Да что вы бегаете? Я серьезно Да Да Вы-то реально это отнести в милицию Ну и с палкой идете по улице, блядь Ну как? Что добавить? Я это все снимаю Да, так что вы ничего не сделаете Я не знаю, что поверьте Если вы сейчас не перестанете вот это делать Мы хотели с вами поговорить... Ну так мы хотели с вами поговорить Но вы не хотите говорить, вы с палкой ходите С кофе, блядь Ты сидишь с палками бить, а потом еще бой нам Типа начинать Не, мы спину ниже к нам Ну, блин Какого фига нас бить, блядь? Не, ну афиг Он тебя куда ударил, поговори? Да Идите в полицию Вам она поможет Справить международную Блядь, в этой классе не столько кончено Я не знаю, ребята, наносит форму Понимаете? Чувак К нам сюда Запомните у меня, друзья, таким, каким я был Все, здесь и спарта А вы не хотите сыграть в три мушкетера? Посражаться на палках? В следующий раз не бейте Все Каким травмат? Все, он в полиции Он звонит Увидимся в полиции, в рай и деле Все, пока, братан В метро едем за блинчиком, потому что я голодный Все, друзья, вот такая вот ситуация была Надеюсь, я хоть как-то поднял настроение Не воспринимайте это всерьез Вот, как бы, я достаточно Ну, я никогда не хотел оскорблять людей И так далее И в адрес его ничего не говорил Но то, что он с палкой, бля, идет Еще и бьет меня Это взбесило Ладно, оставим его Он такой человек В принципе Это его проблема И я не буду в их вмешиваться Короче, идем сейчас в Парк Шученко Я очень хочу блинчики Потому что завтра уже масленица Конец зимы И я хочу подкрепиться Вот Так что смотрите продолжение моего влога Вот, друзья, мы уже подходим к моим любимым блинчикам Почерь здесь не такая большая, как обычно Сейчас будем заказывать Так как завтра уже масленица Я в голоде И нужно вкусно поесть Выберем? А сколько они стоят беременности? Да тут, в принципе, недорого Давайте Давайте один блинчик Просто пустой с сахаром А второй с джемом кубничным И сейчас буду пробовать Вкусно, да Хоть рука и болит, но все же Вкус блинов перебивает Моя рука жестко болит Короче, друзья Мы тут будем кушать блинчики Если что-то будет еще интересное То обязательно включимся А вы ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если вы еще не будут подписаны Вот И А мы еще увидимся Ребят, все-таки на этой минуте Мой влог подходит уже к концу Так что я благодарю вас за просмотр данного видеоролика Если же вам понравилось То почему вы не поставите ему лайк Также подписаться на мой канал И подписаться на меня во всех соцсетях Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Ну вы знаете почему Нужно там подписаться И всем удачи И всем пока Думаю в будущем Будут еще более трешевые видочки Так что есть смысл смотреть дальше Всем пока Пока ПОДПИШИ 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 ПОДПИШИ